Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Алекс Корпс, книгой «Восходящая спираль. Как нейрофизиология помогает справиться с негативом и депрессией». Шаг за шагом. Последний обзор в рамках «Читай быстро». Отставить радостные возгласы. Последний обзор в рамках летнего сезона. Обзоров «Читай быстро» 27 августа и больше этим летом обзоров книг не будет. Будут осенние. Это могла бы быть еще одна книга про депрессию, про тревожное состояние, практики медитативного погружения, как, наверное, способ борьбы с этим всем. Если бы не одно «но». Это «но» — это тот факт, что автор книги Алекс Корпс, практикующий врач и нейрофизиолог. А значит, разговор о депрессии пойдет с применением таких терминов, как префронтальная кора головного мозга, или полосатое тело, или лимбические системы, прочие дофамины с серотонинами. Во время обзора книги Шерон Мельник «Стрессоустойчивость», ссылка на которую будет вводиться здесь в описании обязательно, и пока вы пойдете опускаться в описание, чтобы посмотреть на ссылку книги Шерон Мельник «Стрессоустойчивость», обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и, может быть, даже уже оставьте какой-нибудь коммент. В общем, когда мы делали обзор этой книги «Стрессоустойчивость», мы говорили о том, что с 1 января 2022 года, то есть, меньше чем через 2 года, начинают действовать поправки каталога МКБ-11, международной классификации болезней, которая принята Всемирной организацией здравоохранения. Кроме прочего, там появляется заболевание под кодом QD85. Это состояние хронического стресса, и включение вот этого состояния хронического стресса в международную классификацию болезней должно дать право людям с подобными симптомами обращаться к врачу и получать медицинскую помощь, когда вы почувствуете, что вы находитесь в состоянии стресса. Что уж тут говорить про депрессию, исследованию которой посвящена эта книга. Она вся в паре предложений. Основа депрессии – это ваши физиологические процессы в организме, которыми управляет мозг. Не хотите попасть в это состояние? Двигайтесь больше, спите лучше и начинайте какое-то новое дело. Подробнее давайте поговорим об этом в 10 фактах, 3 задачах и 600 секундах обзора. Толкование депрессии. Все, в общем-то, должно начинаться с того, чтобы определить, а что же такое за состояние, в которое вы, не дай бог, начинаете погружаться. Нарушение взаимодействия нейронных связей между собой и внешним миром называется с медицинской точки зрения, или с нейрофизиологической, если хотите, называется депрессией. Автор называет это нисходящей спиралью, книга именно, поэтому так и называется, восходящая спираль, потому что нисходящая спираль – это ваше погружение в состояние депрессии. В этом состоянии у вас меняется образ мышления, вы по-другому воспринимаете все ощущения эмоциональные, психоэмоциональные, и за вот эти самые депрессивные состояния отвечает префронтальная кора головного мозга и лимбическая система. Подробнее о том, что это такое, можно, конечно же, прочитать в книге, но то, что вам важно знать из определения депрессии, это то, что нейронные цепочки, которые отвечают за вхождение в состояние депрессии, они у всех работают по одному и тому же принципу. Поэтому методы выхода из депрессии – это чисто физиологический, биологический процесс, который примерно у всех будет схож, и его можно адаптировать для здоровых людей, которые желают улучшить свою жизнь или адаптировать для тех людей, которые чувствуют, что они только начинают погружаться в состояние депрессии, этого бы не хотели, и превентивно хотят из этого состояния вернуться в привычную жизнь. Поэтому это вот хорошая новость в этом заключается, в том, что нейронные цепочки смогут вам, которые работают по одному и тому же принципу, смогут вас вернуть достаточно быстро в ваше привычное состояние, но вам для этого нужно верно распознать признаки депрессии. В этом заключается второй факт из книги. Корп рекомендует обратить внимание на следующие симптомы. Вообще есть 7 основных групп симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что на вас надвигается депрессия, и они делятся на… Вот как они делятся. Значит, первая группа – это грусть, раздражительность или плохое настроение, это базовый уровень. Потом появляется потеря интереса к любым видам деятельности, у вас, возможно, изменяются пищевые привычки, вы начинаете заедать стресс или питаться не так, как питались раньше, может появляться сонливость или, наоборот, отсутствие сна, когда вы подолгу не можете уснуть или просыпаетесь рано утром, но потом весь день чувствуете себя, как выжитая тряпочка. Ощущение тревожности – группа симптомов, отвечающих за заторможенность, замедленность, неэффективность, рассеянность. И последняя группа – это суицидальные мысли, но это уже такое состояние, когда и никакого дополнительного признака депрессии не надо, всё и так понятно. Если по большинству пунктов вы можете взять листик и сказать, выписать эти пункты и поставить возле каждой из групп плюсик, и по большинству сказать, что это про вас, то, как говорится, есть две новости. Не очень хорошее в том, что у вас, судя по всему, депрессия, а хорошее в том, что с помощью корба и, читай быстро, вы сейчас легко разберётесь, что с этим делать. Для начала нужно побороть тревожности и волнения. Третий факт – никакая депрессия невозможна без вот этих вот двух состояний в начале. Решения принимаются, как мы уже говорили в первом слайде, на основе работы нейронных цепочек. Волнение связано как раз с предстоящими событиями. Тревожность – это мысли и о проблемах, которые ещё не произошли. Вот это вот тревожность и волнение – это всё состояние будущих периодов. И Корп утверждает, что люди сами заставляют себя нервничать, когда пытаются принять идеальное решение и поступить правильно. Он говорит, не нужно ставить недостижимых целей во избежание разочарования. Ну, то есть, недостижимые цели нужны, конечно же, когда вы находитесь в нормальном своём психофизиологическом состоянии. Но если вы чувствуете, что вот по одной из групп, там, суицидальные мысли, сонливость, ощущение тревоженности, у вас уже проявляются какие-то признаки депрессии, сбавьте темп, откажитесь от вот этих самых недостижимых целей и при этом используйте советы Корпа о том, как реже волноваться. Во-первых, не драматизировать события. Во-вторых, добавить в распорядок дня физические нагрузки. И в-третьих, выполнять дыхательные упражнения. Вот так вот всё просто. Не драматизировать, но это, конечно, проще сказать, чем сделать. Физические нагрузки можно добавить вообще в секунду и выполнять, ну, в общем-то, какие-то медитативные практики, наверное, дыхательные упражнения больше. Когда тревожности и волнения обузданы, самое время снимать чёрные очки. Они обязательно на вас будут, и в этом заключается четвёртый факт. Потому что мозг у многих людей в обычной жизни, а практически у всех в состоянии депрессии, депрессия фокусируется на отрицательных аспектах. Вы воспринимаете эмоциональную информацию гораздо острее и, ну, что ли, охотнее, чем объективные факты. Вот это эмоциональное восприятие мозга, оно, по мнению Корба, заложено природой, и его никак не изменить. Во время депрессии ситуация ухудшается, и вы оцениваете действительность иррационально. Это и есть те чёрные очки, которые на вас надевает наш мозг, ну, ваш мозг. Чем впечатлительнее человек, чем он эмоциональный, тем чернее могут быть эти очки. Чтобы мир не был окрашен чёрной, это на Алекс говорит, «Настраивайте себя на позитивный лад и рисуйте положительные варианты развития событий». То есть тот факт, что на вас в состоянии депрессии будут надеты чёрные очки, это основа вашей физиологии. Мы так устроены, мозг всё равно будет подсовывать самые плохие варианты, никуда вы от этого не денетесь. И это не ваша какая-то особенность, с которой вам придётся мириться, жить и страдать лёжа на диване. Просто постарайтесь, принимая эту особенность, настроить себя на позитивный лад и рисовать положительные варианты развития событий. Помочь в этом вам должны привычки. Вернее, привычки хорошие, их взращивание, и отслеживание, и купирование привычек плохих. В этом заключается пятый факт. Ну, значит, очевидно, что во время депрессии мы хотим себя чем-то порадовать, и мы, в общем, за это, у нас есть в голове, в мозгу есть полосатое тело. Это полосатое тело находится в отделе головного мозга, который тесно связан с депрессией. И вот это полосатое тело, оно, к сожалению, не может отличить полезные привычки от вредных, но при этом питается дофамином, который отвечает за получение удовольствия. И, конечно же, подпитать это полосатое тело гораздо проще вредными привычками. Именно под влиянием этого самого полосатого тела вы на диете, когда находитесь, вы очень хотите съесть что-нибудь жирненькое, какой-нибудь бургер или шоколадку, и ничего с этим не поделаешь, так устроен ваш мозг. Корб говорит, когда вы осознаете это, принимаете этот факт, вы понимаете, что вам просто нужно в такие минуты, в таком состоянии избегать соблазнов, вместо того, чтобы с ними бороться и стараться заместить дурные привычки положительными. Ну, то есть, вам захотелось съесть бургер на диете, ну, сходите, подышите свежим воздухом или позанимайтесь чем-нибудь, что вас отвлечет. То есть, избавиться от этого желания не получится, и это нормально. Но купировать его, купировать вот это полосатое тело и получить дофамины из других источников важно, нужно и можно. И первое, за что может прийти на ум, когда захочется чуть больше дофаминов, это больше движение. Шестой факт из книги. Физическая активность запускает как раз восходящую спираль. Когда вы разбиты, когда депрессия на пике, когда вам кажется, что чернее черного быть уже не может, вот тогда и нужно начинать какую-то сильную физическую активность, потому что любые движения, любая физическая нагрузка, она способствует выработке серотонина, дофамина, о котором мы уже говорили, и которым питается полосатое тело, и эндорфинов. Совсем не обязательно посещать зал или сразу становиться спортсменом и бить какие-то рекорды. Вам, вы можете просто выйти из привычной вот этой зоны комфорта физических нагрузок. Если вы мало двигаетесь там, просто пройдитесь, покатайтесь на велосипеде, уберите дома, в конце концов, постойте в планке, просто погуляйте на природе, походите. И этого будет достаточно для того, чтобы в организм поступила первая часть серотонина, дофамина, эндорфинов, и благодаря этому запустилась вот та самая восходящая спираль, цепочка нейронов заработала на выведение вас из состояния депрессии. Только вперед. Любое действие, лучше без действия, и в состоянии околодепрессии, или в депрессивном состоянии, этот тезис как никогда важен. Потому что, когда вы концентрируетесь на принятии решения, когда вы вынуждены, ну в хорошем смысле, вынуждены просчитывать, что вам нужно сделать дальше, вы избавляетесь от ненужной информации, и вы избавляетесь вот от тех самых ненужных и рациональных мыслей. В 2020 году, вот в этот век, год в год ковида и прочих социальных потрясений, я думаю, вы на себе заметили, что когда случается переизбыток негативной информации, все, что вам нужно сделать, это просто начать чем-то заниматься, чтобы отвлечься от нее, и любые дурацкие мысли, любой вот это иррациональный страх, черные очки снимаются, и все уходит на другой план, потому что у вас есть какое-то занятие, на котором вы сосредоточены. И получается, что когда вы находитесь в депрессии, ваши цели, они теряют какие-то четкие очертания, вам это становится неважным, и поэтому у вас опускаются руки. Сделайте так, чтобы вы максимально точно представили желаемое, к чему вы идете, поставьте себе цель, которая будет достижимая, реальная, которую вы понимаете, как к ней пройти, и начинайте к ней движение. Вот это движение только вперед, во время запуска восходящей спирали, оно помогает вам максимально быстро убрать все наносное, эмоциональное, иррациональное, ненужное в тот момент, когда вы боретесь с депрессивным состоянием. Ну и в противовес мой любимый факт, конечно, да, нужно активное движение, конечно, нужно сосредоточиться на целях, быть эффективным, идти по своему пути, но и спать нужно не забывать тоже, потому что нарушение сна, оно вызывает усталость, ощущение разбитости. Про сон огромное количество книг, исследований, и, ну, в общем, вы могли, наверное, по себе замечать, что как только у вас сбивается какой-то привычный ритм, вы начинаете больше быть подвержены вредным привычкам, и Корп вот тоже об этом говорит, он говорит, что режим улучшает самочувствие очень сильно, не нужно это недооценивать, потому что здоровый сон, он нормализует взаимодействие лимбической системы и префронтальной коры головного мозга, которая как раз вот за эти все депрессивные состояния и отвечает. Корп советует ложиться спать в одинаковое время, в будние и выходные дни, и спать одинаковое количество часов, чтобы не, знаете, бывает иногда такое, что человек думает, что он доспит, как говорится, на выходных. Так вот не должно быть, у вас одинаковое количество времени, вы должны спать примерно в выходные и в будние дни, и должны делать это по режиму, не пересыпать, но и не досыпать. В общем, здоровый сон – залог вашего хорошего психоэмоционального состояния. Ну, и два последних факта – это сила благодарности. Вы, когда благодарите кого-то за что-то, вы снижаете тревожность и улучшаете свое самочувствие, поэтому вы можете говорить спасибо, ну, или говорить благодарю людям и событиям, которые у вас в жизни появляются. Благодарить можно за все случившееся, и за плохое, и за хорошее, и вот этот вот обмен, если хотите, такими психоэмоциональными энергиями, он как раз снижает чувство тревожности. И социализация. Десятый факт. Депрессия очень часто может возникать, когда нарушается взаимосвязь с социумом. Вот вдумайтесь, в 2020 году, когда весь мир был заперт на карантин, почему возросло такое количество депрессивных состояний, ведь не только из-за того, что все были эмоционально подвержены вот этому вот ковидошной панике, но еще и потому, что у нас нарушились привычные взаимосвязи с социумом. Мы больше не могли видеться с друзьями, как раньше, мы начинали искать их там в скайпе, в зуме, и это благодатная почва для возникновения депрессии, потому что социализация отвечает как раз за то, что, в общем, когда вы общаетесь, у вас вырабатывается окситоцин, и это снижает и болевой порог, и уровень волнения, и поднимает вам настроение. Разговоры в компании с большим количеством людей, они как раз имеют терапевтический эффект, и социализация отвечает за то, чтобы вы не впадали в депрессию. У нас это все на какое-то время в 2020 году забрали, и Корп говорит, что он не знал, конечно, про это состояние, но он тогда говорил в своей книге, что если вдруг вы не можете социализироваться, то выработки окситоцина вам также может помочь тесный контакт с вашим домашним питомцем, когда вы за кем-то ухаживаете, ваши мысли заняты тем, чтобы наладить быт этого домашнего питомца, чтобы ему было тоже очень хорошо, и, в общем, это такая социализация домашними питомцами тоже имеет место быть. Такими были быстрые 10 фактов из книги Алекса Корба «Восходящая спираль». Если вдруг не знаете, то из каждой книги, кроме 10 фактов, я обязательно выписываю 3 задачи, измеряемые, понятные задания, которые нужно пойти и сделать для того, чтобы моя жизнь или жизнь окружающих меня людей стала чуть-чуть лучше. Выписываем. Я и все мои коллеги в «Читай быстро» выписываем задачи и факты из книги в «Букнот». Это блокнот для осознанного чтения, который мы и придумали, собственно, в «Читай быстро». Больше о нем можно узнать на сайте буква.инфо.блог.букнот. Там ничего особенного, просто разлинованные страницы, которые помогают вам лучше выписывать фактаж из книги, и потом на основе этого фактажа формировать задачи. Еще есть советы по скорочтению в конце каждого листика. Всего листиков, собственно, 100 штук, которые формируют ваш топ-100 прочитанных книг, прячется все в теплый чехол. В общем, если у вас нет этого букнота, то ничего страшного, вы можете записывать это где угодно, но обязательно записывайте. А если вдруг у вас есть какой-нибудь друг-книголюб, то, возможно, такой букнот будет для него лучшим подарком. Три задачи, которые я записал из книги «Восходящая спираль». Первое. Если вдруг замаячило больше трех признаков из второго слайда, вот эти семь групп, про которые мы говорили, то выход на свежий воздух с физическими нагрузками и обязательным вот этим вот купированием состояния. Второе. В состоянии эмоционального развала больше отдавать, меньше принимать и стараться быть полезным для кого-то, или начинать какое-то небольшое дело, что, в общем-то, выводит вас из состояния постоянной рефлексии и помогает вам сосредоточиться просто на каких-то задачах. И запись обзоров – это в том числе такой терапевтический эффект может иметь. Ну и слоган 2020 года третьим фактом у меня записан и подчеркнут два раза красным «Перестать драматизировать события». Кажется, у Куэлья было в Мактубе написано, что в конце концов все обязательно будет хорошо. А если сейчас еще не хорошо, значит, пока не конец, и нужно наслаждаться тем путем, по которым мы идем. Таким вот философским пассажем заканчивается этот обзор. Проект «Читай быстро» буквы.инфо. Приходите мерить свою скорость. У нас есть специальный бесплатный инструмент. Буква.инфо.слежерапид. Читайте текст, получайте вопросы по этому тексту, отвечайте на них и дальше получайте сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения, а также советы по тому, как улучшить эту скорость и осознанность. Подписывайтесь на канал. Мы медленно, но уверенно движемся к нашей цели в 100 прочитанных книг. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, больше про софт-скиллы, про эмоциональный интеллект, про стресс и депрессию. Обо всем этом у нас на блоге. Там есть интересные подборки и всякие аналитические материалы. Ну и инстаграм.буква.инфо. Редко, но метко там появляются фотографии, поэтому давайте дружить там тоже. Увидимся через неделю. Новый я, новый вы и какая-то новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok